Прокурор Азбеста Валерий Толмачев провел пресс-конференцию. Для городских СМИ наиболее актуальными в городе остаются вопросы ЖКХ и соблюдения трудовых прав. По итогам первого квартала 2017 года прокуратурой выявлено 345 нарушений законов, 241 из которых нарушения в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Треть всех выявленных нарушений – незаблюдение трудовых прав граждан. Большое количество обращений по вопросам соблюдения трудового законодательства связано с нестабильной социально-экономической ситуацией, ростом безработицы, наличием задолженности по заработной плате в организациях, предприятиях, прекращением производства на предприятиях и связанные с этим увольнением работников. В этом году прокуратурой возбуждено 7 дел об административных правонарушениях в отношении работодателей, нарушающих трудовое законодательство. Два из которых – за нарушение сроков выплаты заработной платы. В то же время наибольшее число обращений по-прежнему поступает от бывших работников кирпичного завода, которых руководство пыталось уволить с позорной записью в трудовой. Мы провели совещание с руководством ООО «Заречный» и убедили их в том, что необходимо не в судебном порядке, а именно чтобы они пошли на встречу гражданам и восстановили справедливость и закон. И они пошли на встречу, и все приказы были переоформлены, и люди были уволены не за прогулы, а, как положено, по собственному желанию. Напомним, уже более полугода это предприятие нисходит с повестки областных и федеральных СМИ, как один из главных должников по зарплате в Свердловской области. В феврале в службу судебных приставов были направлены судебные приказы, по которым ООО «Заречный» должно выплатить порядка полутора миллионов рублей 48 работникам. Ряду работников до сих пор не выплачена зарплата за август, сентябрь, ноябрь, в связи с чем была проведена следственная проверка и возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры. Еще одной болезненной темой, вызывающей беспокойство жителей, является нарушение законодательства в сфере ЖКХ. За три месяца текущего года прокуратурой было выявлено 31 нарушение. Всем управляющим компаниям было направлено предостережение о необходимости расчистки крыш от снега и наледей. В работе трех компаний были выявлены нарушения в отношении содержания общедомового имущества и придомовой территории. Управляющими компаниями допущены грубые нарушения федеральных законодательств в части содержания общедомового имущества. Так, значит, ЖКХ произвело своевременную очистку от снега и наледей кровель на квартиры жилых домов, в результате чего при скатывании наледей с кровель указанных жилых домов повреждены автомобили, принадлежащие на праве собственности гражданам, а также причины и телесные повреждения гражданки, которая была госпитализирована. В настоящее время выявленные нарушения устранены, виновные лица наказаны. Также прокуратуры разбираются с нарушениями в сфере экологии. 30 марта по результатам проверки возбуждено дело в отношении ГУП «Свердловск-Вторресурсы», которое размещало отходы 4-го класса опасности на полигоне Малышевского городского округа, не имея соответствующей лицензии. Проводится проверка в отношении мусоросжигающего предприятия, расположенного на территории поселка Малышево. По информации, поступившей из муниципального отдела МВД России Бестовский, в настоящее время прокуратурой проводится проверка исполнения законодательств в сфере охраны окружающей среды атмосферного воздуха в деятельности предприятия ООО «Экоменеджмент». При участии специалистов ГКО «ССОО» Центр экологического мониторинга и контроля произведены замеры выбросов в атмосферу воздуха. Выявлено превышение предельно допустимых выбросов оксида, углерода и пыли. Обращение граждан в прокуратуру по поводу плохого качества уличной дорожной сети направляется для рассмотрения в госавтоинспекцию. По результатам проверок ГИБДД исковые заявления поданы в администрации городских округов с требованием провести ремонтные работы. В Азбесте в прошлом году было выявлено 12 улиц, которые нуждаются в ремонте. Две из них – Плеханово и Ленинградское – уже отремонтированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова